Всем привет, это Поляреформа, сегодня у нас интервью с Евгением Ангеловских, пару лет он у нас уже тренируется, как-то мы записывались годик назад тренировку с инвалидом. Да, как только все начиналось. Да, когда только-только он тогда был дрящом, 50 кг весом и сейчас мы выступаем по здоровому или? Да, по ПРО, по здоровому. По здоровому ПРО выступаем. А сколько ты жал тогда? Ну да. Когда пришел, 65-60. А сейчас? Сейчас 102. На соревнованиях и на тренировки 105. 105-107 ты не справился на соревнованиях на последних, да? Да. У тебя там были в Челябинске? В Челябинске на Гуляево. Не справился, чуть-чуть. Ну, здоровье есть еще с головой немножко просто. Так, вот, чтобы тебя спросить по поводу тренировок, сейчас я тебя спрошу. Что ты у нас уже достиг за это время, за год? Ну, чемпион России, Азии, Евразии и мир на Тигрову. Короче, повыигрывал все. Начинаю, да. Среди здоровых. До инвалидов мы еще не дошли. До 60 кг. До 60 в категории. Расскажи о методиках, по которым ты тренировался в это время. Ну, вначале я тренировался по вашей программе. По Константину Витальевичу Рогожнику. Да, да, да. Вот. Два раза в неделю, понедельник, четверг. И вот. По субботам ты с ножей ходил? Нет, я там спину, ноги качал в субботу раньше. Ну, чуть-чуть. Вот, да. И тренировки делились на тяжелое, легкое. Тяжелое, легкое. Среднее, легкое. Вот. Сейчас я по другой программе попробовать решил потренироваться. Хочу к Тигру подготовиться. Вот. Теперь мои ученики начинают сами друг друга тренировать. Они как бы замкнутый цикл. Теперь Антон Саракин, мой ученик, его тренирует по системе Аскорда Суровеца. Да, что-то новое я решил попробовать. Расскажи. Вот. Там тренировки, ну, как бы, тяжелые. Мы говорим о жимовых тренировках. У нас жим только жим. С пау-лифтингом у Евгения не получается, к сожалению, поэтому мы только жмем. Да. Тяжелые тренировки, там многоповторность на разы. И, как Андрей Эдуардович говорит, на 90% каждая тренировка работает. Вот. Вот. Подсоб любую исключаю сейчас, так как, как бы, ну, нагрузки тяжелые. Вот. Там, по желанию, когда мне сильно устаю, спину качаю. А так, трицепс, верхнюю дельту, ну, все убираю. Вот. Тренировок. Сколько недель? Три тренировки я хожу. Жимовые. Да. Именно жимовые. Это я четверг, вторник, четверг, субботах. Как бы, чтобы чуть-чуть отдохнуть. И постоянно на предмаксимальных весах. Да. И как самочувствие? Да. Пока хорошо. Пока не сломался? Да, да, да. Пока прет, желание большое, амбиции. Хочу достичь нового, как мой тренер. Да. Чтобы тебя такого умного спросить, за умного. Наверное, слушателям не интересно, а зрителям будет. Мы не готовились, опять же, мы вот сидим прямо с тренировки, поэтому, я прошу прощения, мне многих раздражают, что я розетый. Но зато я втянул живот сейчас, мне тяжело разговаривать со втянутым животом. Но я, тем не менее, это втянутый чувак. Но тем не менее, я борюсь с собой. Не буду чуть-чуть в названиях быть. Я включил. Не, в названиях никаких ничего не надо. Я просто... Небольшая пауза у нас была. Почему? Потому что, раз уже Женя сам проговорился, что у нас ПРО выступает, как бы это рискнет. Ты набрал довольно-таки хороший вес. Ну, зрелище было. Я поставлю старые видосы. И сейчас ты используешь подпитку. Сколько ты набрал? 16 килограмм. 16 килограмм. Как себя чувствуешь? Отлично. Никаких травм, ничего? Я к чему все это говорю. Опять же, ни к чему никого не призываю. Но спортсмен с ограниченными возможностями использует подпитку. Ну, опыта до этого у нас не было. Все, он как бы самостоятельно путем проб и ошибок. Но вот результат, когда человек весит 50 килограмм, когда он похож на ходящий скелет. Наверное, все-таки есть смысл использовать, как бы выразиться, чтобы не травмировать психику костного контроля. Ну, в общем, вы поняли, о чем мы говорим. А я... Я не знаю, туда смотреть, сюда смотреть. Ну, вот все-таки скажи, спорт. Ну, он как бы был все-таки немного в твоей жизни, да? Но сейчас он уже практически профессиональный. Да, практически. Если пропускаешь ни одного турнира, ты даже сам ездишь уже на турнир. Да, я у вас отпрашиваюсь, можно мне туда-туда поехать? По забаненным федерациям. Не-не-не, я понадобно только ездил. Ну, то есть, да, уже без уводящих, без помощников и спокойно ездишь. Как качество жизни изменилось? Только в положительную сторону. Уже езжу в другие города и довольно-таки далеко уезжал. И люди уже узнают, здороваются, спрашивают, радуются успеху. Вот ездили в Оренбург, и там мне в Сорска говорили, чтобы в пример не наставить. Что, как бы, ты на голову выше всех нас. Я говорю, да я еще ничего такого не достиг, чтобы, как бы... Мотивируешь кого? Да. Мотивируешь. Мотивируешь, мы прям тоже начинаем. И не только не из спорта, и просто и дети подходят, выглядят. Вот мы в интернете тебя видели, там. Ну, приятно это, конечно. Ну, корчок когда ходит, такой весь приходит и тебя пугает. Ну, хорошо. Замечательно. Мы не будем больше Женю, как бы, стресс гонять. Он нервничает, сидит. Мы надеемся, подойдет время, когда он будет трепаться больше, чем я. Абсолютно расслаблено. Все, успехов сидели, всего хорошего. А, еще бы хотел спросить про книгу вашу. Книгу... Это в качестве рекламы сейчас. Книга внизу. Все, всем пока. Это была по мере формы.